Молились, потому что вот Ариэль уже получил разрешение. И это реально чудо Божье, потому что один получил отказ, а второй получил разрешение. И когда мне сказали засвидетельствовать, знаете, когда мы говорим по-русски слово «засвидетельствовать», ну как мы его понимаем? Ну, что-то свидетельство какое-то сказать, засвидетельствовать. Ну, свидетель тот, кто что-то видел, кто что-то помнимал. А вот на иврите два слова засвидетельствовать. Это леошер и леомет. Леошер – это как разрешите шур, леомет – это правду сказать. Подтверждать, признавать, принимать, утверждать, удостоверять, проверять, ратифицировать. То есть когда вот выходят сюда люди свидетельствовать, это очень ответственно. И я вот, знаете, когда стояла, сейчас меня немножко еще трусит после прославления. Спасибо группе прославления. Я реально пережила такое присутствие Божье. Думала, сейчас выйду так спокойненько, знаете, с толком, с расстановкой, но как-то не получается. И когда вы пели, когда мы все пели, сейчас вот эту песню хвалы, у меня все время крутилась одна мысль, что вот мы здесь сидим в зале, мы такие все разные. Каждый прожил свою жизнь. И я вот представила, вот если мы поем, и раз на каждой фразе делаем паузу. Делаем паузу, и каждый свидетельство дает только на вот эту фразу. Вот в холоде и в зной, да, в холоде. Остановили только в холоде. И каждого, я думаю, будет свидетельство. Потом в жажде. Думаю, у каждого будет свидетельство. Там, где там, как мне одна женщина прислала прославление, с Германией тоже, и они поют песню, что «Если будет война, мое сердце не поколеблется». А я уже слушаю, думаю, я бы уже спела, если будет война, даже если мое сердце поколеблется, даже если оно оборвется, даже если оно уйдет в пятки, я все равно буду выбирать тебя, Иисус. Даже если я буду умирать от страха. И вот когда я слушаю, думаю, это можно написать просто бестилер. Если каждый скажет свое свидетельство. А представьте, мы спели четыре песни. И по четырем песням можно сделать, я не знаю, десять романов написать длиною в жизнь. Вот. И, ну, мое свидетельство называется, вот я себе записала так коротко, «В радости и в горе». И вот, видите, у меня на футболке такое сердце, видите, оно с одной стороны, цветы растут, видите, да, кто не видит, а с другой стороны оно такое черно-анатомическое, да. То есть мы, с одной стороны, люди духовные, но с другой стороны, мы люди анатомические. Ну, что с этим поделать, да. И когда вот там замуж выходят, кто уже женился, замуж выходил, мы у царелям уже 26 лет в браке и 30 лет с общего знакомства, то есть мы почти полжизни с ним вместе. Когда человек женится, он говорит, «Я буду с тобой и в радости, и в горе». Я не знаю, кто что под этим подразумевает, да, это отдельные романы. Но когда мы приходим к Богу, к Иисусу Христу, я лично так пришла, да, то я пообещала ему быть с ним в радости и в горе. Это было много лет тому назад. И все время я была в радости. Даже когда было горе, я как-то была в радости, в радости, в радости, в радости, в радости. И вообще это хорошо, когда вот благодать, благодать, благодать. И когда все хорошо, но все хорошо. Но вот в какой-то момент на Украине началась война, и мой брат не захотел уезжать, и на Пейсах мне позвонили в 23-м году и сказали, брата твоего убила. И я такая, как? Как убила? И я начала плакать, да, и у меня стали вопросы к первому, к первому, к кому вопросы появляются, к Богу, почему, как, как это могло произойти, это такого не может быть. И когда мне там еще люди поддержали меня, говорят, ничего, двора, слава Украине. Я говорю, вы знаете, американская ракета «Хаммер» летела, запущенная украинскими восками, летела, чтобы убить русских, но попали в моего брата. И насколько я должна быть прощающей и любящей, чтобы любить и американцев, и русских, и украинцев. Поэтому, я говорю, дело не в какой-то национальности, потому что, я говорю, мы христиане, у нас другая вообще национальность. И я подумала, какое сердце у Бога, да, вот когда погиб мой брат, у меня очень сильно было выбор. Выбор начать роптать на Бога, или впать в жертву, там, да, вот я там несчастна, у меня брата убили, ходить сам жаловаться, или понять, что насколько милость Божия велика, что я могу любить и тех людей, и тех людей, и тех людей. Легко это? Нет, вообще ни разу не легко, да. Потом, вот это вот последний буквально год, да, моей маме вот Альцгеймера прогнозировали. Я такая думала, тю, а это откуда прилетело, да? Почему я тему назвала, да, в радости и в горе. Откуда прилетело? Ну, то есть до этого мое сердце вообще было вот такое, вот только вот такое. Последние 25 лет, неважно, что происходило, да, теракты никто не отменял, голод там, не важно что. Вот, и я очень, тоже очень меня это потрясло. Потом я упала, сломала руку. Для меня это было ужасное потрясение, потому что у меня была фишка, и кость его не сокрушится. Кто знает такое местописание? И Костя, у меня не совсем она сломалась, да, только там что-то треснуло. Но для меня это было как будто бы вера моя пошатнулась. То есть убила брата, у мамы Альцгеймера, это страшная болезнь, да, то есть я смотрю, человек вообще, алло. Тут, я такая думала, не поняла, о чем это. И вот мы спим такие, и 7 октября у нас сирена раздается. Я из Израиля, раздается сирена, и мы такие, а, это о чем? И начинается вот эта вот война. И знаете, первая реакция моя, вот мы пели сейчас песню, Дух Святой, Дух Святой. Вот Дух Святой вообще на иврите руах хакодыш. И вот слово руах, оно женского рода. А вот если мы будем говорить, ну, сильный ветер, будет руах хазака. Сильный ветер. На русском, слышите, да, поэта, это женский род, руах хазака. А руах хакодыш, это руах хакодыш, типа мужской род. Я сейчас, когда пела, думаю, вот почему мы должны наполняться Духом Святым и молиться, потому что и женская, и мужская часть, то есть это что-то такое совершенно универсальное, Дух Святой. Руах – это женское, а хакодыш – это мужское, то есть такое, знаете, соединение. И благодаря тому все-таки, что мне тоже люди звонили, двора, у вас там такое происходит, сразу 1200 человек там убили, изнасиловали, попалили, да, там поворовали. И знаете, общая атмосфера вот такая легла, и я не исключение. Я вообще двигаюсь как бы в душе по печенью. Я очень эмпатичный человек. И когда я поняла, что происходит, то у меня эмпатия вот эта, она, знаете, гипертрофировалась. Она стала такого уровня, что солдаты, которые гибли, были как мои дети. Вот такое ощущение. Еще там некоторые верующие, когда погибли и молились за них, и все равно они погибли. Так я думаю, а почему, бог? Там, когда это, там, Хизбалла начали бомбить, то есть у нас нет, там, где мы живем, нет бомбоубежищ. Просто это, можно никуда, в общем, не ходить, в принципе, да. Ты смотришь, вот летит туда, летит сюда над тобой. И девушка мне позвонила, одна, вторая, третья, и говорит, двора, уезжайте. Уезжайте, мы вас ждем, даже кто со мной никогда не дружил, там, в Нидерландах, где-то там, в онлайне. И знаете, у меня такая, вначале такой стресс, да, почему я, видите, сердце стало уменьшаться, стало больше анатомическим становиться. Потому что, когда приходит вот такое, вот, как мы пели, да, там, и голод, и холод, и зной, то есть это может быть и морально, и физически. И я такая, вначале, знаете, фу, такой стресс. Вот эти у меня руки даже дрожат. Вот. И я такая, открываю глаза, и у меня первая мысль. А в какого Бога ты веруешь? Ты веришь в того Бога, который что? Тебя не может защитить, не может тебя освободить. Какая первая мысль приходит? Следующая. Ну, их же не защитил. Ну, их же не сохранил. И у меня такое все время, знаете, была, очень сильно переживала у меня вот просто на уровне физическом, да, у меня все мышцы вот так стали, вот таким одним камнем, как будто я взяла на себя, не знаю, всю боль Израиля. У меня второй вопрос. Я что, Иисус? Я что, Бог? Что должна взять эту всю боль? И, знаете, когда я шла, так идешь по дороге, знаете, везде фотографии, которые похищены люди. И просто вы идете, да, и они везде эти фотографии. Даже если ты хочешь, как говорят, не смотри новости, ты не можешь их не смотреть. Или там идешь, там стол стоит, вот на пейсах поставили стол, и там 150-200 стульев, и на каждом стуле фотографии этих погибших. И мое сердце, ну, знаете, вообще стало анатомическим. Вообще там ни одного цветка вдруг не осталось. И я все время думала, Господь, почему это? Я записалась в группу психологической поддержки, ну, не для себя, да, а там девочки, кто с Украины. То есть я поняла, что когда ты служишь кому-то, ты в первую очередь этим служишь себе. Когда ты помогаешь другому закрыть какую-то боль или какую-то потребность, ты очень часто помогаешь себе, закрываешь свою боль. И когда я была с ними в общении, я понимаю, я помогаю им, они помогают мне, да. И я такие слова там повыучивала, что эмпатия, она может быть… Вы знаете, что такое эмпатия? Да, сопереживание, чувствование, но она может быть аффективная и радикальная. То есть радикальная – это что-то такое, знаете, когда ты вообще думаешь, что это вот солнце не встанет, значит, это ты, да, виноват в этом. Вот. И когда я вот прошла вот этот весь круг, я уже буду заканчивать, когда я прошла этот весь круг, я представила, когда мы говорим, да, что Иисус взял на себя все свои грехи, ой, все наши грехи, все наши болезни. Ну, это звучит, да, как-то так, ну, круто, да. Ну, вы знаете, я, наверное, только сейчас уже спустя, что я там, не знаю, 30 лет верующая, да, я поняла, я начала только чуть-чуть понимать, а что он пережил на самом деле. И вот это вот, я думаю, Боже, а как теперь мне с этого выходить, да, чтобы… И в этом всем я поняла, что иногда приходят такие в жизни ситуации, и это не Бог делает. Не Бог дает там трудности, проблемы, войны, не Бог это дает. Но я должна выбирать. Есть ли я с ним только в радости или я с ним только в горе, да. Вот. И, знаете, мы когда сюда к вам приехали, у вас такие смешные слова, честно. И это тоже о том, что иногда мы говорим на разных языках, когда у вас все хорошо в жизни, и если я вам буду стоять с таким лицом, вы подумаете, да, какая-то странная она, что у нас с таким лицом, да. А эмпатия – это когда ты пытаешься понять, да, что там не так происходит, что он такой. Или наоборот, я захожу, такая счастливая, а у вас тут что-то произошло, и вы такие думаете, ммм, снобы не хотят меня там никак это пригласить, да. И я вот думаю, чем я закончу свое свидетельство о том, чтобы, во-первых, мы не боялись. И даже если мы боимся, да, как Ариэль говорит, не плачь. Я говорю, ну как я могу не плакать, если оно плачется? Ну, потерпи уж как-то, да. Иногда мы боимся, иногда мы чего-то страшимся, иногда нам больно. И это нормально. Но у нас есть Бог, и у нас есть Дух Святой, который может оживить это сердце, опять засадить его цветами. И самое главное, чтобы мы все говорили на одном языке, да, на одном языке любви, на одном языке благословений. И я такая говорю Ариэлю, говорю, смотри, как можно сказать. Можно сказать, я так устала, сейчас пока я доползуте на массаж, пока я доползу, да, допользу на массаж, а могу сказать, мы шли, там такая афиша написана, «Пользите от массажа». Да, но я-то не знаю болгарского. Я говорю, смотри, написано, «Ползите от массажа». Я говорю, это что? Что ж там за массаж такой делают? Ползите от массажа. Рома говорит, мы даже так не смотрели туда. Так я говорю, видите, насколько вот одно и то же слово, да, или как вот, как говорят там это, они там пошли в бой, да, не жалея живота своего. То есть, если я чистая украинка, или чисто русская, или чистая израильтянка, которая учит только иврит, и, ну, только русский начал учить, она знает, что живот – это это. И я всегда думала, что не жалеют живота своего. Это, знаете, по-пластунски ползут. Не жалея живота своего, идут в стан врага. Ну, вот уже в Болгарии мне открылось, что не жалеете, там что-то пипите, я даже сфотографировала, а не пипите, что-то такое там опасно для живота, а не пипите, опасно для живота. Я даже сфотографировала и всем разослала, что вы там в Израиле, когда сейчас будут лететь бомбы, не пипите, пожалуйста. Пожалейте свой живот, да, свою жизнь. И поэтому, да, мы должны быть, я для себя сказала, должна быть эмпатичной, я должна сострадать, я должна сотрудничать с людьми. Но я не Иисус. Я не могу понести на себя боль и всего Израиля, да, и почему это происходит, и как это происходит. Но пока я чувствую, пока я сопереживаю, я остаюсь человеком. И тогда мое сердце, оно, знаете, двухстороннее, но оно живое, и оно бьется. И спасибо вам, что молились. Вот Ариэль у вас уже тут, Бог даст, и я доеду. Спасибо большое.